Особенно длинные в этом году майские выходные традиционно предваряются субботниками. На уборку выходят сотрудники многих организаций. И городская администрация не исключение. В эти выходные берутся за лопатой второй раз, чтобы привести в порядок театральный бульвар. Областное законодательство сулит крупные штрафы тем, кто мусорит на улицах. Но проблему воспитания и ментальности полицейскими методами не решить. Поэтому людей приглашают на субботники. Не дураки были при советской власти. Это воспитательная и очень серьезная мера. Поработаешь пару суббот под дождичком на природе, в коллективе. В следующий раз подумаешь, надо бросать лишний раз. Или донести, убрать, не швырнуть. Особенно для молодежи, мне кажется, это очень важно. Конечно, средний возраст, старшее поколение. Но они уже, скажем так, все больше, наверное, по привычке впитаны с детства. Всем родом из детства. Правда, те, кто мусорит на добровольную уборку, вряд ли выходят. У сознательных же субботник превращается в вид семейного досуга. Опытный кадровик Анастасия видит в происходящем не только общественную пользу. Сплочение коллектива. Детей берем, потому что ставить не с кем. А так тоже приобщаются к полезному. Времени приобщиться к полезному у мурманщан не так много. Весна долгожданная и стремительная. Сети-менеджер Андрей Сысоев даже перед майскими праздниками продолжает бороться со снегом. Зима длинная. К сожалению, мусора накапливается много. И вот в те небольшие короткие дни, которые у нас остаются до 9 мая, конечно, в городе нужно вести порядок. Месячник чистоты продлится до конца мая. И даже если вы не сильно переживаете за состояние городских улиц, повод выйти на уборку может найтись и у вас. Во время субботника под снегом можно обнаружить не только следы зимних грехов, но и важные документы. Поэтому если вы Гагарский Валерий Иванович или просто его знаете, то скажите ему, чтобы он обратился в редакцию телекомпании Артих ТВ за своим удостоверением ветерана.